Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня у нас суббота, время в Чикаго 10.30 утра, время на восточном побережье Вашингтон-Нью-Йорк 11.30 утра, ну а время в Москве 18.30 в настоящий момент. Ну и мы сегодня встречаемся, как всегда, уже по субботам, мы встречаемся с предпринимателем, бизнесменом Сергеем Калякиным из Москвы. Сергей, здравствуй. Здравствуй. Да, рад приветствовать тебя у нас в нашем эфире. Вообще-то говоря, сегодня день такой достаточно необычный, мы об этом, может быть, немножечко поговорим. Ну, во-первых, у нас сегодня, так сказать, long weekend, это называется, это длинные выходные, поскольку в понедельник это то, что называется Labor Day, день труда. И это вот то, что отмечается в Соединенных Штатах, это, так сказать, в сентябре, первый понедельник сентября. Ну и потом у меня будет программа астрономерология, где я буду рассказывать о сентябре, о числах, и это тоже достаточно будет интересно, поскольку, еще раз, есть вещи, которых как бы не очень понятны, не очень известны, но они, тем не менее, очень интересны, и они помогают нам жить. Ну, а мы приступим к нашей теме. А тема сегодня у нас бизнес, а то, что связано с бизнесом, это деньги, и было бы вполне логично говорить с бизнесменом Калякиным о бизнесе, правильно? О деньгах, о финансах и так далее. Ну, я достаточно давно уехал, и тогда еще не было так называемого бизнеса, тогда все были спекулянты, те, которые люди, которые занимались бизнесом, или были цеховики, их тогда называли, я не знаю, как там еще по-другому. Ну, короче говоря, как-то к этому относилось все наше правительство, советское правительство относилось как-то неадекватно, будем так говорить. Вот, что изменилось еще раз с того времени? Ну, я полагаю так, что ты занимаешься в силу своего возраста относительно недавно, и вот, ну сколько, лет 10, 12, 15? Ну, если считать бизнес, когда ты не имеешь фиксированной зарплаты, а работаешь, получаешь доход от прибыли, долю от прибыли, ну, где-то лет 13, наверное. Ну вот, так менталитет, я полагаю, поменялся очень серьезно. Если не было бизнеса как такового, то есть были индивидуальности яркие, тонкая прослонка, интеллигентности, которые понимали, что такое бизнес, то, что понималось там где-то наверху, как спекуляция, то теперь полагаю, что понимают очень многие, но не очень многие могут это реализовывать. Вот какими качествами надо обладать, ну, организатору своего софтного бизнеса или менталитетом, чтобы быть действительно бизнесменом, а не, как у нас называют это, имплуи, то есть работникам, которые работают на дядю? Ну, опять же, у нас тут в России часто разрешают два понятия, бизнесмен и предприниматель. Это разные понятия? Ну, разные в каком плане, что, как правило, предприниматель, тот, который вот такой стартапщик, запускает новые проекты, новые компании, а бизнесмен – это так ближе, я так понимаю, куда-нибудь владельцу крупного бизнеса, такой масштабной структуры. Ну, как бы требуются разные навыки, разные качества. Ну, безусловно, для предпринимательства нужен драйв, кураж и некая такая открытость к новым возможностям. Это, возвращаясь к теме нетворкинга прошлого нашего субботы, когда мы это касаемо. Ну, а для бизнеса уже такого большого, наверное, важно понимание, как устроены там отрасли экономики, взаимосвязи между, так сказать, компаниями, людьми и так далее, для того, чтобы быть частью этой большой, так сказать, экономики, больших финансовых потоков. Вот. Ну, это вот мое видение на предпринимательство и на бизнес-инданство. Вот. Как-то две субботы. Одна началька, куда-то такая уже покрупнее, более такая солидная. Хорошо. Сергей, скажи, пожалуйста, ну, как любому человеку сегодня без образования никуда. Ну, вот какое надо для этого, скажем так, образование? Это надо идти посещать определенные высшие учебные заведения, получать образование, или же не обязательно это делать? Ну, несмотря на то, что, как правило... Своей точки зрения. Своей точки зрения, да. Как человек, который отучился в четырех альмаматорах, но при этом сейчас спроси меня, пошлю я детей, так сказать, учиться так же, так много в вузы, я задумываюсь. Потому что все-таки для предпринимательства важно что-то другое, чем формальные предметы, какой-нибудь там мотанализ, либо еще что-то более техническое. Вот. Опять же, безусловно, образование помогает в плане нетворкинга и вот это миропонимание, как что устроено. В этом плюс есть. Но при этом можно делать бизнесы, не будучи, как это, формально образованным. Ну, я просто таких примеров тоже достаточно много знаю. То есть высшее образование полезно иметь, но это недостаточно, чтобы быть предпринимательным. Понятно. Ну, я могу со своей точки зрения, со своей стороны, допустим, тоже много чего добавить, поскольку я проучился и прожил достаточно много лет на территории бывшего Советского Союза. И я еще и обучался и здесь, на Западе. И плюс имею еще образование на Востоке. И вот я вспоминаю в этой связи, скажем, была такая программа, интересная программа, где главным человеком в этой программе был кандидат на президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. И эта передача, эта программа называлась «Apprentice». Не знаю, смотрели ли на территории эту программу. Две программы, когда пытались такой же формат повторить. И поэтому, ну, я понимаю, о чем речь. Да, так вот, я вспоминаю, было несколько таких шоу, сезонов. Ну, по-моему, 10 там было, я не помню. В общем, я смотрел все, в принципе, начиная с первого. Это было действительно очень интересно. То есть идея заключается в том, что создаются как бы две группы, и одна против другой. И главный победитель из этих двух групп, вначале они как бы между собой, потом они уже внутри и так далее, друг с другом. Ну, остается победитель всего один. И вот все остальные, по-моему, это называется «FIRE», уволены. И только один будет «HIRE», который один, вот он берет. И этот один, которого он выбирает, будет его помощником и будет, ну, в каких-то проектах помогать. Как мы знаем, Дональд Трамп очень известен тем, что он очень серьезный риелтор, будем так говорить, и строит недвижимость, и довольно успешно. Он построил очень много, и все об этом знают. Но вот в одной из таких программ, с одной стороны, была команда очень и очень высокообразованных людей. Понятно, что чем выше образование, чем престижнее калыч, чем престижнее работа. И на самом деле, вот сегодня у нас на Западе, в Соединенных Штатах, у нас нет вступительных экзаменов. То есть все идет только лишь по... В общем, анализируется этот человек, как он сдавал, как он учился, какие он заканчивал high school, какие он... еще там другие вещи, и чем он занимается. Там сидит целая серьезная команда, которая анализирует это и принимает или не принимает вот эти аппликейшн, этих абитуриентов, новых абитуриентов. Ну и, соответственным образом, чем престижнее калыч, как мы знаем, самый там один или один из самых крупных и серьезных калычев считается в мире, это Гарвард. Гарвардский университет. Там есть много специализаций, конечно, это не значит, что там все специальности в Гарварде такие престижные, если попрестижнее. И много таких калычей есть, не буду сейчас их перечислять. Но вот одна команда, участвующая в Apprentice, была полностью... Причем были там самые... выпускники самых лучших калычей. А вторая вообще никто не учился там. Вообще в калычах не учились. Специально вот такая вот была. Чем это все, не углубляясь, как это все шло, но в итоге осталось два человека из каждой команды. Хотя не обязательно должны были оставаться два человека. То есть, на каком-то этапе они уже сражались независимо, в какой команде они участвовали. Но так получилось, что один был, который закончил тоже там два каких-то калыча, очень высокообразованные, причем все они работают уже, это не просто там выпускники. Они работают и имеют очень серьезные и зарплаты, и хозяева своих собственных бизнесов. Но тем не менее, они хотели работать у Трампа, как сами мы теперь видим, Трамп кандидат в президенты, это престиж. Ну вот второй человек, который был, он вообще нигде не учился. Но он попал в финал. И вот когда закончилось соревнование, встал Дональд Трамп, который последнее слово. И он говорит, ребята, ну впервые в моей практике я не могу нему дать предпочтение. То есть, вы абсолютно равноценный, но мне надо выбрать все равно всего одного человека, только одного человека. Я не могу выбрать двоих, я хотел бы, но не могу. Поэтому я все-таки выбираю этого человека, который закончил вот этот, в данном случае это был Гарвард, только лишь потому, что у него вот это вот бумажки и подтверждения есть. Я очень советую посмотреть сериалы, сейчас идет, по-моему, шестой сезон. Мне мой сын когда-то об этом рассказывал, я не обратил на это внимание, а теперь я его с удовольствием смотрю. Называется это, ну костюмы, да, а в русском почему-то это называется форс-мажора, я не знаю почему. Но вот такое вот как-то так перевели. Вот очень интересно, где молодой человек, который вообще не имеет никакого образования, выдал себя за выпускника Гарварда, и вот вокруг этого всего идет. Потому что в Гарварде самое лучшее считается в мире, престижное, это школа адвокатов, юридические колледжи. Вот, так что вот такая история интересная. Поэтому образование иметь, ну, наверное, полезно, ты абсолютно прав. Еще второй пример, близок мне, вот мой старший сын, он закончил университет, UIC, университет, Чикавский университет, и получил два мэджор, два майнер, он получил интернешнл бизнес, он получил антерпренершип, и он получил еще там, ну, еще было пару самых специальностей. Что самое интересное, два года он не мог устроиться никуда. То есть распределений здесь нет. И что самое интересное, еще раз, те фирмы, куда оплаиваются, куда хотят поступить на работу, скажем, выпускник колледжей, они задают вопрос, у вас есть job experience, или опыт работы где-то, а какой может быть опыт работы, если человек со школы пошел, тут нету никакого опыта работы. Если он предпринимательский закончил курс, зачем он тогда устраивался, пытался на работу, а не стартовал какой-то свой бизнес? Вот я об этом и говорю. То есть, два года он не мог устроиться, в итоге он устроился, ну, так сказать, ну, то есть, очень, блат везде есть, будем так говорить, блат, на самом деле это реферал. Устроил его я, кстати, вот, но у меня очень много контактов, и так сказать, а он действительно достаточно серьезный, и когда посмотрели чего, вот он пошел. Но он и оттуда ушел, и теперь вот, так сказать, ты с ним можешь общаться, ты, я посылал, да, и он решает сам заниматься вот этим предпринимательством или бизнесом, не знаю, как это вот у вас подразделяется, ну, короче говоря, идет сам по себе, у него есть видение. Ну, 99% к сожалению, это люди, которые обладают, не обладают способностями, скажем, видеть вот свое будущее и планировать его, они им гораздо проще идти куда-то на работу, и работать, и получать свою зарплату, это удобно, ни за что голова не болит, и отработал свое время, получил свое, и так сказать, дальше делай, что хочешь. Да. Ну, вот такая ситуация. Я хочу напомнить, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, мы беседуем с Сергеем Калякиным, и у нас формат не вопросов и ответов, у нас формат беседы, где, ну, Сергей делится своим опытом и задает свои вопросы, я делю своим, задаю свои вопросы, ну, может быть, у меня больше возможностей в том плане, что я все-таки пожил там и тут, и, так сказать, жизненный опыт чуть побольше, плюс еще Восток. Восток, это, как мы знаем, дело тонкое. Здесь совсем другая сфера, здесь совсем все по-другому, и западному человеку очень сложно, так сказать, это принять, ту концепцию, которая применяется там, хотя, похоже, действительно очень много. Хорошо. Может, у тебя есть какие-то вопросы? Ну, у нас сегодня тема заявлена про успех, да, да, про деньги и ассоциации, которые часто раздаются со словами успеха, деньги, это деньги, которые люди быстро зарабатывают на фондовом рынке, на сток маркете. Может быть, на эту тему поговорим. Имеешь ли ты опыт, ну, то есть, я знаю, что ты имеешь, как бы, да, то есть, как давно ты стал торговать там, биржи, как ты к этому пришел, почему, ну, то есть, что сподвигло, начать, и, я так понимаю, много лет активно быть трейдером. Ну, для начала надо понять, опять же, я всегда, ну, я руковожу центром SunGates, это, так сказать, моя основная деятельность, SunGates, центр, SunGates, радио, и там, все то, что вокруг. то есть, это центр информации, ну, а информация, если она воспринимается, она может стать своим образованием, то есть, человек так или иначе должен образовываться, он должен понимать, кто он, что он, для чего он, и так далее. Поэтому всегда есть, мы что-то делаем для чего, мы занимаемся бизнесом для чего, какие все-таки у нас цели есть, завоевать положение, завоевать власть, построить там, я не знаю, город, вырастить там дерево, там посадить, не знаю, вырастить там сына, ты уже шестерых уже растишь, то есть, когда-то была мать героиня, которую, по-моему, девять надо было, ты уже приближай, ты уже отец герой, на самом деле, да, можно назвать. Так что это, тут я читаю, говорят, круто, 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 это точно. Молодец. Да, так вот, что сподвигло, я тщательным образом проанализирую, занимаюсь психологией очень и очень много лет, десятилетий, я вывел для себя лично формулу, если мы что-то делаем для чего-то, то вот базируясь на тех примерах, которые я рассказал, мы хотим, будем говорить, зарабатывать деньги, то есть, для чего мы идем на работу, если мы хотим идти куда-то, как я это называю, в услужение, то есть, мы по сути дела идем куда-то, к своему работодателю, и у нас существует взаимоотношение между нами, работниками и работодателями, они лично, ничего здесь нету, мы не любим его, он не любит нас, все идет очень формально, товаро-денежное отношение, мы выполняем работу, нам за эту работу платят, по нашей статистике, это примерно одна десятая часть мы получаем, иначе работодателю невыгодно, значит, девять десяток, сколько бы нам не платили, получает он, так вот, если мы хотим зарабатывать деньги, тогда я никак не понимаю, зачем мне надо идти в калыч, и высшее учебное заведение, как ты сказал, для того, чтобы получить 90%, ну, по моей, так скажем, статистике, а то и больше, ненужного ничего, зачем нам эти книги, вот эти толстенные, особенно сегодня, в связи с тем, что у нас развитый интернет, мы можем получить образование, как и где угодно, то есть, я для себя сделал такой вывод, и вот как-то, когда-то, меня познакомили с таким понятием, как статкмаркет, биржа по-русски, и мне это понравилось, почему? Потому что я начал смотреть графики, и вот выяснилось, какая вещь для меня, выяснилось о том, что все абсолютно колледжи обучают финансам, обучают экономике, ну, и другим предметам, мы сейчас говорим о статкмаркете, потому что, что такое статкмаркет, это акции компании, а компания имеет, понятно, свою там идею, то, что они выпускают, чем они занимаются, финансовое положение, экономические показатели, и миллион других факторов, которые влияют на движение, падение и взлет вот этих акций, да, а потом, когда я стал вот это все анализировать, я начал считать и углубляться в это все, и с разных сторон, причем я-то на, все это делал на, в западном образовании, я по-русски тогда еще, наверное, и не было, как бы, сейчас стал такой всплеск, а там особо не было никакого образования, и вот, мне попалась на глаза одна книга, я прочитал с большим удовольствием, есть такой человек, его зовут Стив Нисон, и этот человек принес в мир, в западный мир, понятие свечек, кендлстикс по-английски, то есть раньше это все обозначалось, вот, когда смотришь на график, типа бары, там терточки, которые там открытие, закрытие и так далее, а он был в Японии много лет, и в Японии, вообще-то говоря, очень интересная там история была, это прообраз нашей биржи, западной биржи, в каком плане, вот эти опционы, то, что опшн, которая называется, оказывается где-то в 15 веке, ну, во-первых, столицы не было, это было в Осаке, я когда-то был, прекрасный город, и очень красивый действительно Осака, не Токио, так вот, в Осаке находился император, и находились семьи и его вассалов, вот эти вассалы управляли провинциями, но они были одни, не разрешалось им посещать, то есть, они когда-то, там, раз в году, там, не знаю, по праздникам, приезжали туда, в столицу, и они встречались со своими семьями, а это было сделано специально, чтобы их не отвлекали от того, чем они должны заниматься, и вот, ну, поскольку они были одни, каждый перед друг, перед другом, там, ну, нужны были, короче говоря, средства для того, чтобы чем-то заниматься, будем так говорить, а средства, когда заканчивались, их негде было взять, так они чего делали, они звонили соседнему вассалу, там, не знаю, по телеграфу, вот, или конями, там, и говорили, вот у нас был шикарный урожай, риса, а вот у вас плохой был, давайте мы сделаем так, вот у нас в следующем году тоже будет шикарный урожай риса, естественно, у них там свои астрологи были, там, все это знали, все предвидели, а вот в счет нашего будущего урожая, ты мне дай, там, порцию денег, которые мне сегодня необходимы, ну, и вот это был прообраз тех самых опшен, тех опционов, которые сегодня существуют, но ведь они сами под себе, вот эти опционы, они же сами по себе без отрыва от тех акций, на которых они существуют, их нету, то есть они все равно должны быть как-то привязаны, то есть что вначале идет, показатели кампании, так вот, это Стив Нисон, вот так сказать, это все исследовал, и потом он случайно вот увидел о том, что у одного, забыл один трейдер, забыл там график, и он с удивлением увидел какое-то совсем другое, непонятное обозначение, то есть никто не знал, что такое кендлстикс, он, короче говоря, все изучил, там была длинная история, я не буду уже в подробностях рассказывать, ну, короче, когда он вернулся обратно в США, он стал работать в одной из крупных корпораций, типа Goldman Sachs, стал работать там техническим, начальником департмента технического анализа, и вот как-то его начальник вызвал, его и начальника экономического отдела, и сказал, наша компания, то есть мы собираемся приобрести, ну, это брокеры Goldman Sachs, которые покупают и продают компании, вот, приобрести несколько компаний, вот компания такая, 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 вот вам дается задание, к концу недели, это был понедельник, дать мне отчет, стоит ли приобретать эти компании или нет, вот вам срок в пятницу, вот после обеда мы должны встретиться, ну, и все, они разошлись по своим, Стив Ниссон принес ему в среду утром, положил свой отчет, тот ему положил в пятницу утром, после, тот его проанализировал, и после обеда он их собрал опять и сказал, ребята, вот я смотрю на ваши отчеты, они абсолютно идентичны, то есть мы покупаем эти компании, а эти мы не покупаем компании, то есть совершенно независимо, они пришли к одному и тому же выводу, это были действительно очень серьезные специалисты, так вот о чем идет речь, все в колледжах изучают экономику, финансирование и все то, что с этим связано, но ни один колледж не обучает техническому анализу, вопрос почему, а считается, что самое интересное, что в график, в чарт, вложены абсолютно все экономические и финансовые показатели той компании, которую мы рассматриваем, или скажем, фонда всего, и вот когда я эти вещи стал читать, ну, мне, для меня это было логично, и я понял так, для себя формулу вывел, значит, примерно, образование в Соединенных Штатах, среднее, будет стоить порядка 250 тысяч, ну, там, примерно со всеми, за 4 года, где взять эти деньги, совершенно непонятно, откуда взять молодым людям, которые учатся в школе, то есть, понятно, что им должны родители, как-то образование бесплатного не существует, ну, есть, scholarship, все это понятно, ну, примерно вот так это стоит, то есть, где-то, вот эти, мы, там, не знаю, мы не мы, я не считаю себя, мы, в общем, американцы, есть совершенно четкий путь, вот прямо с детства, они, так сказать, в этом пути, на этом пути находятся, и они пашут, пашут, пашут для того, чтобы дети пошли учиться, вот они приходят учиться, очень часто в последнее время случается, они близко не работают с этой специальности, которую они собираются приобрести в колледже, на это есть другие причины, мы о них, может быть, поговорим, но даже если они получили и устроились, то они зарабатывают деньги, поэтому для меня, еще раз, я себе сделал такую, вот так сказать, формулу, зачем мне тратить 250 тысяч, сушить мозги 4 года и так далее, если я могу выучить одну науку, или один предмет, который называется технический анализ биржи, стакт-маркета, потратить на это, скажем, не 250, а 25 тысяч, в 10 раз меньше, потратить на это, ну, год, скажем, на один предмет, если я буду, конечно, усиленно, усердно заниматься, я буду делать то же самое, то есть, я буду зарабатывать деньги, вопрос, для чего я буду зарабатывать деньги, а для того, чтобы делать то, что я хочу делать, а не то, что мне говорят, мне надо делать, вот этого я не хочу, этим и отличаются предприниматели, бизнесмены, они хотят делать то, что они хотят делать, а не то, что им говорят делать, координировать все это надо, но вот таким образом, я могу, в общем, довольно сложно, но ответить на этот вопрос, вот то, что я делаю, последние, ну, не знаю, 20 лет я этим делом занимаюсь, но только последнее, там, центр Сенгейс возник, где-то около 10 лет назад, я перекрываю этим сам, потому что офисы очень дорогие, у нас, ренд, офисы, аренда, да, это примерно там стоит, по меньшей мере, 3 тысячи в месяц, со всеми там накрутками, там, отопление, вентиляция, и там, свет, и интернет, это еще больше стоит, ну, вот таким образом, я это делаю, то есть, я работаю для чего-то, ну, вот такая, вот так я для себя, вывел формулу. А и ожидания от сток маркета, они за эти годы оправдались, жалел это хоть раз, как бы, что решил таким способом, там, зарабатывать деньги, там, через биржу. На самом деле, зарабатывать деньги можно, конечно, как угодно, если это не нарушает какие-то этические моральные нормы, тем более, не нарушает какие-то законы, то есть, этого здесь категорически делать нельзя, это самая страшная вещь, если где-то ты нарушаешь какие-то законы, то есть, конечно, не пойман не вор, но это очень опасно, тем более, что находясь на, и живя по законам, не только западной, но и восток, есть такое понятие карма, и даже если тебя не словили, мы об этом говорили, то вполне, не вполне вероятно, на 100%, время, конечно, неизвестно, когда это придет, но ответ придет, поэтому нарушать этого нельзя. Оправдались ли ожидания? В принципе, да, дело в том, что это не гембл, как это многие считают, это не казино, я шахматист и когда-то неплохо выступал, и для меня это шахматная комбинация, я это просто, I love it, когда я анализирую эти графики, сегодня я записал, кстати, куда пойдет рубль, вот, по отношению к доллару, это то, что как раз, ну, просили, просили, да. После какой даты? Вот с датами здесь немножко сложно, я сейчас могу объяснить почему, дело в том, что это уже прерогатива астрологов, несмотря на то, что я, скажем, этим занимаюсь, но я не могу заниматься и не хочу заниматься всем, то есть каждый должен заниматься своим делом, если я технический аналист, то я, в общем-то, оперирую по вертикальной оси и даже не хочу углубляться в горизонтальную ось, которая временной промежутки, то есть, естественно, я это вижу, естественно, я знаю, но я считаю, что астрологи это могут знать лучше, поэтому я, в общем-то, с ними сотрудничаю, и если это все совпадает, тогда шансов очень много. По поводу доллара и рубля, я могу сказать вот что, в первую пятницу каждого месяца выходят очень-то серьезные репорты, я вот уже там на своих графиках показывал, у меня на фейсбуке это есть, и все ждали этого репорта, который был вчера, кстати, это создание рабочих мест, это был важный репорт, поскольку до сих пор, пока до сих пор, все еще равняются на Соединенные Штаты, тут все-таки центр бизнеса находится и образование здесь и так далее, поэтому все смотрят на это дело, и мы знали о том, что куда-то что-то пойдет, и вот я показывал, куда пойдет британский фунт, куда пойдет евро, поскольку это Форекс, я только недавно стал этим заниматься, законы универсальны, они работают и на индексах, и на стаках, они работают и на Форексе, это не имеет никакого значения. Жалко, что люди к этому относятся как-то с непониманием, недоверием, очень много можно предвидеть, предусмотреть хотя бы, для нас самих же, это не то, что надо обязательно где-то что-то там получать, участвовать. Есть очень много вариантов, я приводил пример, вот я, допустим, вижу, что нефть идет вниз, не знаю, как у вас, мы этот вопрос обсуждали, но если нефть идет вниз, я предполагаю, что бензин тоже будет идти вниз. Ну, у вас по-другому, я знаю, да, Макареевич об этом писал, я понимаю, о чем идет речь, да, у нас так. Так вот, я не буду заправляться, у меня еще в баке там есть бензин, и я заправляться не буду. Почему? Потому что я вижу, как только мы определенный уровень пробиваем, вариантов нету о том, что нефть будет идти вниз, если мы внизу пробиваем, это называется линия поддержки, я уже выучил на русском языке терминологию, у меня есть студенты, приходится, студенты эти находятся на территории постсоветского пространства, до сих пор это были только американцы, которых я обучал, а сегодня это русскоязычные. И вот тогда я буду заправляться, когда я увижу, куда мы придем. То есть, ну, какая-то экономия есть. Если на моей бензине там бак 25, допустим, галлонов вмещает, то есть же большегрузные машины, где там гораздо больше. Ну, вот они могут гораздо больше сэкономить, понимаешь? Поэтому есть смысл это знать. Далее, если мы едем куда-то, скажем, отдыхать в Европу или покупать в Европе какие-то товары и вещи, и куда, скажем, евро, я сейчас расскажу, что нам грозит и чего нам можно ожидать. Или, скажем, там в Британию, то я могу предположить, когда можно туда ехать, допустим, да, если у нас есть выборы. Вот ехать сейчас или ехать там через месяц, к примеру, да, потому что когда был Brexit, выход из европейского рынка Великобритании, было понятно, куда мы идем. Ну, с точностью, конечно, там. Но, тем не менее, тенденция была абсолютно точно понятна. И куда мы идем? То есть, о чем идет речь? Если мы говорим доллар по отношению к какой-то другой валюте, то если доллар пойдет вверх, то все валюты, которые находятся с ним в паре, уже отдельно не существует. Можно трейдить фьючерс, конечно, то, что, в общем-то, мы и делаем. Но если мы говорим о Форексе, так, то это уже валютная пара. Тогда получается, что если доллар идет вверх, то, понятно, пойдет вниз. То есть, давай мы сделаем так. Вот я тут какую-то паузу, допустим, сделаю, и потом я, когда буду обрабатывать программу, я туда вставлю эти графики, которые я показывал до того, как это произошло. Так вот, когда произошло, произошел перед этим репортом, вот сегодня у меня был урок, я это показывал. Это было очень интересно наблюдать, потому что я вот читаю, там, скажем, кто там что-то там пишет, пол стоит. Довольно любопытно читать, потому что вот у меня есть моя система, и у каждого есть своя, тут нет вопросов. Я не говорю, что моя лучше, чем какая-то другая, но как-то за 20 лет я изучил уже довольно много систем. Если я на этом остановился, то я для себя уже решил, что это более, скажем, эффективное. Так вот, оно пришло точка в точку, туда, куда я накануне показал, мы должны дойти. Причем, что самое интересное, это не теория, что там вот я там сказал, это практически я это покупал, и я там вышел. То есть, я вышел в профити, где это я и написал. То есть, ну, не знаю, еще раз повторяю, как для кого, но есть возможности получать бенефиты для того, чтобы, повторяю, делать какие-то другие вещи, которые, ну, делать необходимо нам всем. Вот, такая ситуация. Поэтому, если говорить, куда пойдет, то вот сегодня можно посмотреть, я поставил видео, можно посмотреть анализ, сказать сегодня, куда мы пойдем, это будет профанация, с моей точки зрения, потому что мы можем пойти туда вверх, но вначале мы пойдем очень серьезно вниз, что это нам даст. То есть, с моей точки зрения, когда мы получили подтверждение, вот тогда мы можем сказать. Всегда есть два варианта, или вверх, или вниз. Вероятность вверх, вероятность... Ну, я не считаю. Понятно, что параллельно мы тоже будем идти, но тогда мы просто выжидаем. Если мы пробиваем ту самую линию сопротивления или резистанс, если пробиваем линию суппорт или поддержки, тогда понятно, куда мы идем. То есть, много презентаций, которые я когда-то делал. Кому это интересно, пожалуйста, я могу ответить на вопросы, можно их посмотреть. Так вот, условные единицы измерения доллара, который сегодня в 95-м чем-то, он будет 98, 100, 104, 105, 108. Это означает, что довольно много он поднимется, 10%. Это будет означать, что, соответственным образом, я сделал рубль. Вот этот, скажем, график, технический анализ можно будет посмотреть. Если мы пробиваем вот эти линии, то где мы окажемся? То есть, на сегодняшний день, полагаю так, что рубль будет идти вверх по отношению к доллару, но на long run, это называется, на более длительный промежуток времени, рубль может пойти чуть ли не к 100 по отношению к доллару. Он может стоить столько. Но, опять же, это надо видеть, какую линию мы пробили внизу или наверху. Когда это может произойти? Надо отметить вот такую вещь, и это очень интересная вещь. Мы сейчас идем к выборам. То есть, в ноябре уже будут выборы. Это будет очень и очень серьезное событие. И по всем прогнозам, нельзя сказать предсказаниям, но по всем прогнозам, такого еще в истории не только Соединенных Штатов, а мира еще не было. И не знаю, когда, неизвестно, когда будет. То есть, что-то пробует происходить очень и очень серьезное. То, что сентябрь месяц – очень тяжелый месяц, это я, допустим, знал еще давно. Сентябрь этого года, 2016 года. Очень серьезный месяц. Ну, почему? Во-первых, 1 числа было затмение солнечное. 16-го будет лунное затмение, относится к астрологии, но, тем не менее, этого нельзя отметать. Так вот, если мы говорим о стак-маркете, о бирже, то есть прогноз, и очень серьезный, что после 15-го, 16-го числа это очень серьезно полетит вниз. То есть, я знаю, ну, кто предупрежден, тот вооружен, как говорится, правильно? То есть, это не значит, что вот, очертя голову, в омут головой, как говорится. Но, тем не менее, зная то, что это существует, и видя то, что происходит фактически там, и анализируя вот это, ну, можно строить очень серьезные прогнозы, даже без астрологии. То есть, где-то вот так вот, скажем так, до конца года, причем очень серьезные будут события происходить до конца этого года, включая даже вот 31 декабря, будут серьезные события происходить. Можно ожидать, ну, всего чего угодно. А кроме этого, в сентябре месяце, если не говорить просто хотя бы тоже о бирже стак-маркете, можно предполагать о том, что будут напряженности климатические, будет серьезные, там, скажем, катаклизмы могут происходить, и на политическом, скажем, небосклоне даже всей планеты тоже может что-то очень серьезное происходить. А вот эти вещи на всем могут отражаться, если говорить уже углубляться дальше, то сейчас в Меркурии, который ретроградный опять же идет, и сейчас это все. То есть, вот нового, ничего, вот те, как бизнесмены, предприниматели, могу посоветовать, и те, кто нас будет слушать, ничего нового до, скажем, 21 сентября не предпринимать, не начинать новые проекты, не открывать ничего. Вот то, что есть, то есть, вот давайте заканчивать. Что такое ретроградный, да? Ретрограды – это люди, которые вот назад пятятся. Прослое. Вот этих гаджетах, да, компьютерах, это то, что называется hard drive или жесткие диски, да, по-русски. Вот, тут могут быть какие-то нюансы, то есть, они могут лететь. Вот то, что связано. Поэтому, скажем, интернет, обрывы, вот в интернете, обрывы там в телефонных связях и так далее, и, естественно, это будет отражаться на бизнесе. Эти вещи надо, ну, так сказать, держать в уме, что это может произойти. Но более точно, повторяю, это говорят, знают астрологи, они могут, так сказать, ну, навигейт нас туда, куда надо. У каждого свои, во всяком случае, циклы, поэтому это общая информация, но внутри есть еще частная информация. Ну, вот таким образом. Понятно. Тогда ты скажи, вот знания, сток-маркета, технического анализа, я так понимаю, ты преподаешь, да, ты можешь выступать качество учителя, и желающие могут присоединиться к этим образовательным программам по им. В общем, да, в общем, да, существует, на самом деле, как-то, если назвать это заслугами, то они признаны, поскольку я, или компания в моем лице, Dell TX Trading Academy, она является официальным партнером одной из крупнейших брокерских компаний в мире, Ninja Trader. И там очень много русскоязычных трейдеров, кстати, я там, меня приглашают проводить, там у них семинары, вебинары, точнее. И есть школа, и я действительно обучаю, вот проходят, скажем, есть курсы, то есть, в общем-то, курс, ну, примерно, в основном, он где-то месяца 4,5, наверное, длится, ну, 5 от силы. Но я как-то воспитывался не на Западе, где все подчинено бизнесу, я как-то воспитывался в бывшем Советском Союзе. Поэтому для меня важно, как это ни странно, для меня важно все-таки научить. Бизнес любой ценой – это вот прерогатива акул бизнеса, это их право, это их дело. Могу сказать так, что я не видел на самом деле, не знаю, может, они есть, но как-то все обучают теорию, а вот практику не обучают. Вот в живой трейдинг, где человек идёт в живой эфир, показывает свой линк, даёт линк, то есть, ссылку, куда приходят люди и смотрят то, что он делает. Этого нет в живом эфире. То есть, может быть, где-то, но очень и очень редко. Причина одна. Если он там будет проигрывать, то к нему же никто не придёт. Что ты показываешь, что ты проигрываешь. Надо же показывать всем о том, что ты выигрываешь, правильно? Тогда к тебе будут люди приходить. Как ты умеешь подать материал? Это же очень важно. Можно, у нас здесь есть кое-чего, которое завёрнут в очень красивую бумажку. Когда разворачиваешь бумажку, а я думал, там дрова, а там, как в том анекдоте, бабка. Поэтому не так. Я посещал очень много семинаров, очных семинаров, экспо. И вот, я помню, несколько раз я посещал, там мало кто туда мог попасть, на самом деле. Это было заранее делаться, и опять же, это стоит довольно дорого. Но там раскуплены были все места, то есть, там есть разные комнаты. Мы приходим куда-то там, в большой какой-то зал, где проходят какие-то лекции, семинары. И каждый из серьёзных трейдеров, очень серьёзных, известных там во всём мире, они вот такие вот проводят воркшапы. Ну, какие-то бесплатные, таких немного, какие-то стоят деньги. Таких большинство. И вот в одной комнате, я помню, когда я был, я сам туда приходил, это был живой трейдинг. То есть, о чём идёт речь? Какой-то известный человек, трейдер, проводит живой трейдинг. Так. Стоило это, ну, по-разному, но в основном это стоит полторы тысячи. Срок примерно 3-4 часа там надо находиться, если хочешь, конечно. В течение которых он трейдит, он показывает, он объясняет, он трейдит на реальном аккаунте, в реальное время. Естественно, интернет всё работает. И он показывает, что он делает и как он зарабатывает деньги, или проигрывает, опять же. Вот это стоит полторы тысячи. Ну, где-то там по очень большим сейлам это тысяча долларов стоит. То есть, это довольно дорого. И почему? Потому что, ну, действительно, можно научиться. Это плата просто посмотреть, как мастер делает заявки на покупку-продажу, или сами ученики тоже самое параллельно повторяют за ним все эти стратегии? Они не могут повторять эти стратегии, нет. Это просто для того, чтобы посмотреть. Им не разрешается входить в свои аккаунты, там, они подключены к общему. У него большой экран, он это показано на большом экране. Люди, если хотят, они видят большой экран, или они смотрят на свои мониторы, маленькие, то же самое, в общем-то, это есть. Нет, это просто показано, если ты достаточно уже образован, если ты именно вот в этой теме, туда, естественно, идут те, которые уже разбираются, о чём идёт речь, там не новички. Но просто та методика, которая этот человек, поскольку все этого человека знают, они туда идут, они уже знают, они уже и курсы какие-то, может быть, брали. Но это практическая работа, то есть это тот самый воркшап или тот самый, как люди приезжают куда-то, там, допустим, на саммит какой-то, где они показывают то, что они делают. Я сам участвовал в таких, что ли, воркшапах я участвовал, в данном случае я там присутствовал, и это стоило тысячу долларов, ну, когда я там присутствовал, вот эти три часа стоило, где ты просто вот видел, как это происходит. Поэтому очень и очень редко мы видим, если вообще видим, таких людей, которые могут это показать в реальное время. Я, кстати, это делаю. И ты один из них. Ну, я, может быть, один из немногих, да. Я не боюсь, какая мне разница, я не привязан. Вот у меня сидит вот здесь аватар, его главное, одно из главных, точнее, учений было избавить человека от привязанности. То есть, когда мы чего-то очень и очень хотим, то, конечно, как говорил классик Михаил Михайлович, он говорил, если мы не очень хочем, то мы не очень не получаем. То есть, конечно, надо хотеть. Вот. Но, тем не менее, хотеть, вот он учил, чтобы не хотеть. Потому что, если мы не привязаны к результату, тогда это классно. Вот, почитайте Вадима Зеланда «Трансфервинг». Замечательная, кстати, вещь, замечательный автор, я читал все его книги, очень классно. И поэтому я не привязан к тому, что мне кто-то скажет или как-то это, я уже не привязан. То есть, для этого я посещаю и занимаюсь какими-то практиками своими, другими, чтобы не быть к этому привязанным. Иначе мне будет тяжело, мне будет плохо. И начинаю возбуждаться, начинаю объяснять, начинаю защищать. А кто против, да? Как говорил опять тут же Михаил Михайлович. Ну, вот таким образом. Поэтому, да. Есть обучение, есть много презентаций, на самом деле. Кто хочет, пожалуйста, нет вопросов, нет проблем. Сколько это стоит, сегодня говорить мы не будем. Это у нас не презентация стак-маркета или меня, Майкла Мелехова, это не имеет значения. Ты меня поразил статистикой, что у тебя 80% случаев, ну, как это, твои заявок, они угадывают тренд. То есть, вверх или вниз. Не то, что, нет такого слова угадывают или прогнозируют, просто существуют, еще раз, определенные законы, это не какие-то статистические вещи. С моей точки зрения, это законы, потому что вот там наверху находятся планеты, они подчиняются определенным законам. Соотношение или расстояние между планет тоже определенные законы. Молекула ДНК, скажем, подчиняется тоже определенным законам. Golden Ratio, золотое сечение, 0,618, это улитка, и вот на этом основано все. Но это же намного выше, чем все остальное, правильно? Поэтому, если мы, в частности, пробиваем какой-то определенный уровень, то мы идем к следующему уровню. И по моей статистике, и не только по моей, это процент более 80. Почему все не выигрывают? Потому что, пока мы дойдем вверх, мы можем пойти очень серьезно вниз. Если мы не понимаем, о чем идет речь, или у нас, скажем, не хватает денег на аккаунте, чтобы поддержать это все, или стапы у нас стоят не на правильной позиции, то тогда мы, конечно, будем проигрывать. А потом мы будем видеть, что мы туда-туда пошли. Но мы уже не участвуем в этом, к сожалению. То есть, это надо, как и в любом деле, надо образовываться. Ну, вот таким образом. Понятно. То есть, у нас была заявленная тема, да, биржа это гэмблинг или не гэмблинг. То есть, твой опыт говорит о том, что это не гэмблинг, это вполне себе такая, как это... Ну, как, можно ее назвать скучной работой? То есть, сначала ты учишься, понимаешь эти законы, а потом каждый день, так сказать, это... Ты же дневной трейдер, да? То есть, ты скальпель, то есть, торгуешь... Дэй трейдер, да, в основном, да, в основном. Хотя с Форексом можно по-другому. С Форексом можно даже находиться в позиции. Вот, в частности, я был в позиции, я знал о том, что соотношение, скажем, американского доллара к канадскому доллару все-таки вверх. Но временно мы шли очень серьезно вниз. Если мы начинаем добавлять, оно идет все вниз, мы аккумулируем все больше и больше и проигрываем все больше и больше. То есть, здесь надо еще знать эти нюансы. В итоге оно, конечно-таки, да, распрямилось и пошло, но это, еще раз повторяю, не всегда. И я могу проигрывать, и я и проигрываю, естественно. Но дело в том, что ошибки мы все делаем. Выводы ли делали мы из своих ошибок, это не всегда. Есть еще очень много нюансов, есть такие вещи, о которых никто не говорит. Это называется underground information. Это то, что ни в печати нету. Это только среди там очень закрытых кругов трейдеров. Мы можем это почерпнуть. И есть вещи, когда люди теряли свои полностью состояния. Называют это ошибки компьютеров, я называю это манипуляцией, и все знают об этом. Ну, можно привести два примера. Я присутствовал при этом. September 11, это мы знаем, 11 сентября, когда маркет открылся, закрылся, открылся потом на 650 пунктов вниз. Это еще ерунда, так это же какое было событие. А почему 24 августа все полетело вниз в течение... Мы обсуждали этот вопрос, когда в России, да, ты рассказывал, когда берут и закрывают маркет, потому что он там падает выше определенной... Ну, у каждого есть свое полосе есть. Это нет проблем с этим, значит, если там есть, так там есть. Но я присутствовал тогда и потерял в течение скольки, 15... Ну, я аккумулировал, опять же, это неправильно было делать. Оно пришло потом, но у меня не хватило самого аккаунта. То есть, я... Когда открылся маркет, да, у меня был ноль. То есть, я потерял мгновенно довольно серьезную сумму. Вопрос другой. Я знал, что произойдет, я мгновенно перевел, сделал wire transfer, я сделал туда деньги, опять послал на аккаунт из банка. И я восстановил позицию, правда, не сразу, но половину я точно отыграл в течение получаса. Потому что прошел слух всего лишь о том, что в Китае произошел какой-то взрыв. И маркет открылся, Dow Jones открылся на 1200 поинтов вниз. То есть, по сравнению с September 11, когда такой террористический акт произошел, это было в два раза больше падения, которое мгновенно пошло вверх. Более того, после этого оно пошло так, улетело вверх, что... Ну, это тоже можно было предположить, опять же, по другим показателям и так далее. То есть, очень много здесь нюансов. Но, опять же, эти нюансы рассматриваются индивидуально. Сейчас, во-первых, в программе это очень сложно все это рассказать и объяснить. Но, с моей точки зрения, это мне просто интересно. Это не значит, что всем надо туда пойти, всем этим заниматься. Но такая возможность есть. Особенно вот у нас, скажем, есть люди, которые потеряли работу. Я думаю, и у вас это такая же система. Потеряли работу, вышли на пенсию. То есть, что такое пенсия, я не знаю. Ну, если человек полон сил, то биологический возраст – это же ерунда. Поэтому он может вполне... Ну, его не хотят брать на работу. Или он болен, ему там передвигаться сложно. Или там нет машины, к примеру. Тогда он берет свой компьютер и делает все то же самое. Он выполняет свою работу. Относитесь к этому как к работе. Если вы относитесь к этому как к работе, которая приносит нам средства к существованию, так что в этом плохого тогда я никак не могу понять. Просто все думают, у всех есть своя модель понимания, как другого человека воспринимать и как надо ему вести себя. И поскольку мы все жили или приехали из страны Советов, то мы все любим давать советы. Понимаешь? Мы все любим советы. Мы знаем лучше, что самое интересное. Вот. Мы знаем лучше. Вот если бы мы знали не лучше, а знали, скажем так, допускали, как говорил Сократ, что мы ничего не знаем, тогда было бы проще жить. А так вот... Вот так оно происходит. Но это уже психология. Это уже относится не... Скажем... Игра на биржу. Работа или это предпринимательство? Еще раз. У нас нету понятия предпринимателя. У нас есть понятие бизнеса. Нет. Я бы сказал, что это даже хобби. Вот я что-то делал. Вот, к примеру, да. В 7.30 утра. Время города Чикаго. Вчера. Выходит репорт. У меня стоит позиция. Так? Заканчивается это все дело. Я видел, куда идет золото, к примеру. Золото и нефть – это очень дорогое удовольствие, чтобы, если можно так сказать, играть. Я не люблю слово «играть» на бирже, потому что это как играть в казино. Это работать, да, работать на бирже. То когда все дело, дым рассеивается, то есть в 5-7 минут после этого, в 7.30, повторяю, биржа официально открывается в 8.30 по нашему времени, да. То есть, еще за час до открытия биржи у меня на аккаунте 700 долларов, к примеру, плюс, да. Меня это устраивает за день? Устраивает. Меня лично устраивает. Кого-то не устраивает. Меня лично устраивает. Значит, это означает что? Это означает, что я могу себя посвятить, ну, этим программам, на радио, каким-то вот статьям, которые я там пишу, допустим, о чем. У меня, кому интересно, может почитать, есть три части, и четвертая, но никак не могу дойти. То есть, это размышления, зарабатывающие, или как нестандартно, ну, нестандартно, в кавычках, да, зарабатывать деньги. Нестандартно имеется в виду ходить на работу, да. То есть, вот у меня родственник, тесть мой, он говорит, вы же дурака валяете. Я говорю, в каком смысле? Ну, вы же на работу не ходите. То есть, у человека в голове, и такие, кстати, большинство, я понимаю, не в твоем окружении, но вот надо пойти на работу, и там отсидеть свои там 8-9 часов, то ли инженером отсидеть, то ли там, не знаю, что-то такое сделать руками и так далее. Дело все в том, что, значит, вот в Индии, в частности, были и есть, и сегодня есть, четыре касты, так. Их называют Вайши, Кшатрии, то есть, Браманы, Кшатрии, Вайши и Шудрой. Вот, а был один человек в наше время, который эту модель воплотил в жизнь. Никто не поверит, и мало кто об этом знает, это был Гитлер. Поэтому Германия, то есть, каждый должен заниматься своим делом. Для этого надо знать свое предназначение. Вот сегодня, к примеру, третье число, правильно? Третье сентября. Третье, девятое и 2016 год – это тоже 9. Тройка и девятка, да? Две девятки. А вот 9 сентября – это будет вообще три девятки, да? А если просуммировать все эти цифры, будет тоже девятка. Итого это будет квадропол, четыре девятки. Это очень важный момент. Тройка – это Юпитер, девятка – это Марс. Это Марс – это Александр, допустим, победитель и завоеватель. Александр – the greatest. Македонский. Но у каждого победителя, завоевателя, царя, полководца должен быть советник. Визирь, этот Браман, допустим, да, жрецы там у фараонов были. У Гитлера, кстати, был свой астролог, которого он потом расстрелял, поскольку он ошибся на один день, когда на Москву они шли. Это известная история, кстати. Так вот, для марсианина надо было бы, марсианину, иметь советчика. То есть, вот он прет на пролом марсианину, такая энергия марсианская, девятка, и он может пробить эту стену, и он пробьет ее. Цель-то там за стеной, а рядом дверь. Так ему этот Браман говорит, Юпитер, кстати, тройка – это Юпитер. Вот я Юпитер, я тройка. Ну, я родился с 30-го, так получилось. Так вот, вот там рядышком дверь. Чего ты туда прешься? Вот, на пролом. Ну, обойди. Или когда пойти завоевывать? Понимаешь? Там целая история была интересная, когда он пришел к своему другу, учителю Платону, и тут... А куда ты будешь Александр дальше завоевывать? Ну, там целая история была. Он говорит, а потом он говорит, а потом я буду отдыхать. Он свалился от хохота с дивана, где он лежал, и говорит, а я уже отдыхаю. Зачем это все надо? Ну, и так далее. То есть, короче говоря, надо делать, для чего делаем мы. Вот такая вещь. Так что для меня, я бы сказал, это хобби, хотя я отношусь к этому как к работе. Да, я думаю, что нам пора закругляться. У нас сегодня была, так сказать, тема уже наоборот, не я тебя спрашивал, а ты меня спрашивал, и я отвечал. Но, тем не менее, я думаю, что это интересно, может, это кого-то заинтересует. Не биржа, а как к этому относиться, и вообще за всем этим стоит только всего лишь образование. Поэтому, дорогие друзья, те, кто нас слушает, те, кто нас будет потом слушать и смотреть, все программы записываются, образовываться это хорошо. А еще лучше допускать о том, что мы можем ошибиться в своем образовании или в своем понимании, для чего нам надо это образование. Поэтому было бы неплохо, скажем, с разных сторон все рассматривать. Ну, этим мы занимаемся, поэтому, если у вас будут вопросы, если у вас будут какие-то замечания к Сергею, ко мне, или по любым вопросам, пожалуйста, это www.sandgatesradio.com, sandgatesradio.com, это наш скайп, sandgates108. Ну, и опять же, на ютюбе, на фейсбуке у Сергея есть две группы, которые мне очень нравятся. Одна вот бизнес-группа, вторая, как быть здоровым соответственным образом по аюрведе и счастливым. И вот Сергей, свои собственные персоны сейчас на экране. У меня Сергей Калякин, предприниматель, успешный бизнесмен, отец-герой. Ну, и наши встречи с Сергеем проходят по субботам. Время эфира в 10.30 сначала, по времени города Чикаго, или в 18.30 по Москве. Ну, и я надеюсь, Сережа, мы с тобой встречаемся уже скоро, не за горами, да, когда ты приедешь к нам в Соединенные Штаты, и мы будем вести уже в живом эфире. Хорошо, да. Несмотря на твои пророческие слова о том, что идут катаклизмы, а в предыдущий раз ты сказал, что, может быть, даже какие-то Штаты Америки смоют. Нет, нет, нет. Я не все равно плечу. Это не я, прости, это не я сказал. Это сказал не я. Я сказал, что есть предсказатель, который это сказал. Он не сказал, когда это будет. Поэтому, значит, мои предсказания, или, точнее, прогнозы о том, что, когда ты будешь здесь, ничего не смоет. Поэтому мы попутешествуем с тобой, так что все в порядке. Какого шла выбора? Выбора, какого шла? Насколько я знаю, 2 ноября, то есть уже совсем скоро. Я вчера сложил прогноз астролога, очень известная женщина, она как раз таки говорила о том, что будет что-то необычное. То есть между датой выбора и когда будет провозглашен победитель, ну, президент, и инаугурацией может что-то произойти. Кстати, об этом я слышу уже не первый раз. То есть может кто-то выскочить еще, который совсем и близко нет. То есть такой вариант может быть. В общем, предполагается, что-то будет очень такое необычное. Повторяю это, сказал не я. Это говорят прогнозы. И раз уж я об этом говорю, тогда мы делаем дисклеймер, то что называется радиостанция несет никакую ответственность за мнение гостей в эфире, включая меня самого. Да, включая меня самого. Это всего лишь мнение, но повторяю, вот я как раз не говорю. Я говорю, что есть анализ. И благодаря этому анализу можно делать выводы. Как, куда и так далее. Надо быть осторожными с высказываниями и прогнозами, и особенно предсказаниями. Сергей, спасибо большое. Да, с тобой сегодня надо поговорить, повидаться. Да. Будьте счастливы. Всего доброго, счастливо. И будет вопрос, пожалуйста, звоните. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok